МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всех приветствуем! Утро доброе и с началом новой недели! По традиции озвучу на календаре понедельник, 17 апреля. Ты знаешь, на выходных у меня была деловая встреча, конференция, много людей разных профессий, много вопросов, в том числе таких неудобных, на которые надо ответить, как бы тебе сказать, полу-шеся, полусерьезно. Ни да, ни нет. Проявлять гибкость. В общем, быть дипломатом. Бывали ли у тебя такие ситуации в жизни, когда нужно вот так ответить? Да, конечно, бывали. Особенно при общении с руководством, например. Конечно, нужно уметь лавировать и быть гибким. Мне кажется, всегда это. И в универе, и в школе. И хоть где надо. Это да, это точно. И, конечно же, я задумалась, а для чего нам быть гибкими в общениями? Зачем нам такая некая дипломатия? Ну, так в некоторой степени, да? Мы, конечно, с Яном подготовились и выяснили, что... Что гибкость ума помогает человеку встать на место другого. Он отлично понимает, какие чувства может испытывать собеседник, даже если это чужой человек. Человек, обладающий гибким мышлением, без труда может простыми, ясными, доступными словами разъяснить сложные темы и понятия. А еще, как я понимаю, гибкость мышления – это умение приспосабливаться, адаптироваться, выкручиваться. Ну, можно и так сказать. Умение выходить за рамки шаблонов мышления. Можно так подытожить. Поэтому не зря же говорим «хочешь жить?» – умей вертеться. А для этого нам необходимо смотреть на жизнь с разных точек зрения, а не только с одной, наиболее удобной для нас. Согласна. С тобой добавлю, что гибкость мышления – это не просто умение быстро искать новые решения, это прежде всего уметь отказаться от своих каких-то старых взглядов на что-либо и принять новые. Я также с тобой согласен. И еще хотел бы добавить, что мы, как всегда, с тобой заговорились. И чуть было не забыли. О чем? О зарядке. О зарядке нет ни в коем случае, нельзя забывать. Доброе утро. Никто не любит качать пресс, как люблю его я. Давайте попробуем сделать это вместе. Выходим в упор лежа. Берем себя за колено и круглой спиной укладываемся на пол. Прижимайте плотно поясницу в пол и напрягаем мышцы живота. Убираем руки за голову. И отсюда плавно начинаем скручиваться вверх. На выдохе мы поднимаемся вверх, на вдохе вниз. Дышите, выдох вверху, на вдохе опустились. Выдох вверх, вдох вниз. Еще раз выдох и вдох. Попробуем чуть-чуть усложнить. Мы просто приподнимем ноги вверх, но постарайтесь вывести их под прямым углом. Ваши колени должны уходить точно по линии тазобедренных костей, а голень должна быть параллельно полу. А теперь попробуем приподняться полностью вверх. Если не получается, значит вы остаетесь в предыдущем положении. Если хотите попробовать, можно опустить ноги на пол и подниматься здесь. Еще сделаем два повторения. Выдох вверх, опустились. И теперь зафиксируемся в верхней точке. Если сложно, можно поставить руки на пол, либо можно опустить ноги в пол, но поднять руки вверх. Показываю вариант. Мы на вдохе раскрываемся, на выдохе собираемся. Вариант полегче, когда вы опускаете ноги на пол и поднимаетесь вверх. И вариант еще один, когда вы ставите руки на пол и опускаете только ноги. И прорабатываем. Вдох вниз, выдох вверх. Вдох, выдох. Старайтесь напрягать как можно сильнее мышцы живота. Еще вдох, выдох. Еще два повторения. Вдох, выдох, вдох. И остаемся в верхней точке. Прорабатываем последнее упражнение. Выводим руки перед собой и начинаем плавно скручиваться в сторону. Одновременно опуская противоположную ногу в пол. Вариант полегче, когда вы работаете ноги на полу. И вариант базовый. Для кого-то, может быть, будет сложно, можно проработать все это на полу. И мы остаемся здесь и прорабатываем. Скручивание на выдохе. Выдох, выдох, выдох. И еще восемь. Восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, стоп. На этом мы заканчиваем нашу зарядку. Желаю всем отличного дня. Занимайтесь спортом. Всем пока. Поговорим о событиях, памятных датах и интересных фактах, произошедших в Казахстане и в мире в этот день. Сегодня, 17 апреля, день противопожарной службы Республики Казахстан. Работники этой сферы спасают людей, гасят пламя, направляют действия на сохранение объектов, представляющих материальную ценность. Пожарный человек, который профессионально рискует жизнью. Кроме отваги, профессия требует большого набора навыков для спасения людей от огня. Мы от души поздравляем людей этой профессии. В 2013 году впервые прибыл на казахстанскую землю, в Астану, кубок чемпиона высшей хоккейной лиги «Братина», откуда его доставили в Караганду, в ледовый дворец спорта «Караганда-арена». Кубок путешествовал по небу и земле в специальном футляре, защищавшем его от повреждений. Такие меры предосторожности вполне оправданы. Кубок метровой высоты весит около 20 килограммов. Почти половину его массы составляет серебро. Также при изготовлении «Братины» использовались позолота и дерево. В 2018 году в Казахстане был организован Союз обрабатывающей промышленности. Союз намерен выработать единую позицию по основным стратегическим направлениям развития обрабатывающей промышленности страны, для того, чтобы продвигать ее в рабочих группах любого уровня, в том числе и на площадке Национальной палаты предпринимателей Казахстана «Тамикен». Еще хотелось бы сказать, что накануне, а именно 15 апреля, прошел неофициальный праздник – День Лысых. Да, неофициальный, но это никак не мешает отмечать дату по всему миру. Официальный. Да. Немного подробнее об этом дне в сюжете Ирины Вобещевич. День Лысых Мужчин – это необычный веселый праздник, который отмечается 15 апреля каждого года. История возникновения Дня Лысых Мужчин неизвестна, но считается, что этот праздник появился благодаря мужчинам, которые стали относиться к своей лысине с юмором и не обращали на это особого внимания. В принципе, когда начинают облысения сверху, аллопеции точнее, то у мужчин начинает идти обильный рост других частей. Это борода, это руки, ноги. Ногти, кстати, тоже быстрее начинают расти. Да. Есть такое замечание к этому, скажем так. А борода, кстати, начинает очень обильно расти. Даже у тех, у кого клоками она росла, начинается очень обильный хороший рост. И он более ускоренный, чем у мужчин, которые, допустим, не подвержены аллопеции. Елена Шалевская занимается парикмахерским искусством вот уже 4 года на профессиональной основе. Специально обучалась и знает о волосах все даже с медицинской точки зрения. По ее наблюдениям, мужчины, частично облысевшие, отличаются особым добродушным нравом. Обычно мужчины, которые более подвержены аллопеции, они, в принципе, очень даже веселые, если брать людей, которые не подвержены этому. Зачастую, допустим, летом для них плюс – это не жарко. Вот это вот самое, наверное, классное. Я как-то брилась на лысо, так, для прикола. И, в принципе, это незабываемое ощущение. Я иногда даже завидую таким людям сама. Тем не менее, когда мужчина начинает понимать, что он из разряда тех, кому не суждено иметь волосы на голове в полном объеме, начинает впадать в панику, отчаиваться, хвататься за различные способы, чтобы замедлить, а затем и замаскировать проглядывающую лысину. Елена говорит, что этого делать не стоит, так как создастся обратный эффект, а лучше принять все, как есть. Мы живем в 21 веке, это все решается. И уже как внешность у нас второй фактор. А если так, то есть кто стесняется, есть у кого, кому все равно, они себя любят такими, какими есть. Я бы не советовала отращивать длину и сбрывать бока, когда мужчина лысеет. Я бы, например, со стороны мастера девушки посоветовала бы просто, например, сбрызть фронтальную зону и сделать естественный переход. Вот это возможно сделать, это выглядит очень хорошо. Можно найти кучу вариантов того, что можно сделать. Это королевское бритье, это переход с нуля, это отращивание. Также можно бороды, например. В принципе, это очень брутально выглядит, особенно у нас в Казахстане. Отсутствие полное или частичное волос на голове никак не освобождает от необходимости ухода. Регулярное бритье или ухаживание за оставшимися волосами требует не менее кропотливых усилий, и к тому же многие начинают опускать бороду, а она нуждается в постоянном уходе. Кожа головы безволосная и более уязвима, и на помощь приходят средства ухода, рекомендуемые для регулярного применения. Сейчас, да, это где-то даже модно, особенно после джигана, когда он отрастил бороду, побрился на лысо, тоже этот тренд пошел. Берюсь, выйдет, встает, и он тоже. Я когда увидела его с волосами, я была в шоке, конечно, я не видела его никогда с волосами. Очень с короткой стрижкой, вот, например, его вариант. Это просто под одну насадку, это выглядит очень брутально, очень красиво. Благодаря правильному макияжу девушка может скрыть недостатки. Ну, в принципе, у девушек нет этих недостатков, а недостоинства. Ну, конечно, ну какие недостатки? Сплошь достоинства, ну о чем? Ну да, да, и именно макияж поможет подчеркнуть эти самые достоинства. Всего несколько штрихов, и вуаля, ты еще прекраснее. А далее рубрика «Искусство макияжа». Утро доброе! Давайте сегодня с вами поговорим о тональных кремах и консилерах. Чем же они отличаются? Но прежде чем я буду о них рассказывать, я хотела бы обратить ваше внимание, что при подборе этих средств вам нужно учитывать свой тип кожи. То есть это сухая, нормальная, комбинированная, либо чувствительная. Чем же они отличаются, и как же понять, какая у вас кожа? Сухую кожу можно сравнить с листом бумаги. Нормальную кожу можно сравнить с поверхностью киви. Жирную и комбинированную кожу можно сравнить с поверхностью апельсина. Чувствительная кожа от прикосновения сразу же становится красной. Поэтому здесь сразу можно понять, какая у вас кожа. По типу кожи мы с вами разобрались. Но опять же, тональная основа, она бывает разных текстур. Она бывает жидкая, она бывает легкая, она бывает BB и CC крем. Бывает крем-пудра. И чтобы вы понимали, какую для вас использовать, я сейчас расскажу вам об этом подробнее. Более легкие тональные основы имеют также эматирующий эффект. Вы можете использовать для своей комбинированной кожи. Также и для жирного типа кожи. Никогда не старайтесь наносить на себя очень плотно средства. BB и CC крема – это средства, в состав которых входит сразу же несколько оттенков. Они помогают лучше выровнять цвет лица. Бывают крем-пудры. Это для девочек, которые не любят наносить для себя какие-либо жирные средства, которые любят сразу же более пудровый эффект. То есть вы наносите свой уход и следом вы наносите уже крем-пудру. Что такое консилер? Консилер от тонального средства отличается тем, что в нем гораздо больше пигмента, нежели в самом тональном средстве. Да, я не спорю. Иногда такое бывает, что и тонального средства хватает, чтобы перекрыть синячки, но иногда без него не обойтись. Они бывают разных оттенков. И здесь нужно понимать, что если у вас есть высыпание, то вам желательно на красные оттенки использовать немножечко, совсем чуть-чуть зеленого оттенка. И только потом использовать уже поверх тональное средство. А если же у вас синячок имеет более серый, более такой фиолетовый цвет, то желательно использовать более персиковую гамму. Также, если вдруг у вас есть высыпания на лице, которые идут на щечках, на лбу, и вам нужно использовать тогда консилер более плотненький, более стойкий и наносить его в цвет вашего лица. Я надеюсь, я была вам полезна, и вы будете использовать эти знания на практике. Красивых вам макияжей! А что сегодня посоветуют звезды для всех знаков зодиака? Далее в гороскопе. Овнам сегодня сложно будет сохранять равновесие. Эмоциональный фон нестабилен, вы чаще обычно раздражаетесь из-за пустяков. Благоприятный день для знакомств сегодня у тельцов. Вам легко будет произвести хорошее впечатление, показать себя с лучшей стороны. Не исключено, что захотят вам помочь люди, от которых вы не ожидали ничего подобного. Близнецам сегодня не стоит принимать близко к сердцу мелкие проблемы. Переживание и волнение избежать будет непросто. Часто будут огорчать поступки окружающих. Ракам сегодня день принесет много неожиданностей. Скорее всего, вам придется менять планы или что-то откладывать. Важными делами лучше заниматься самостоятельно. Так будет гораздо проще достичь поставленных целей. Непростым будет начало дня сегодня у львов. В это время вы склонны к раздражительности. Нетерпеливы и очень требовательны ко всем вокруг. Даже с самыми близкими трудно будет договориться. Плодотворный день звезды сулят сегодня девам. Никакие проблемы, никакие преграды и неожиданности не остановят вас на пути. Вы упорно идете к поставленным целям и наверняка достигнете их. Весам стоит быть внимательными. Многое будет складываться не так, как вы ожидали, но это не помешает вам достичь задуманного. Старайтесь избегать конфликтных ситуаций. Скорпионам стоит обдумать события недавнего прошлого. Желательно избегать необдуманных поступков, особенно если они могут привести к каким-то серьезным переменам в жизни. У стрельцов день довольно неплох. Достижение любой цели требует усилий. И стоит, скорее всего, как можно быстрее браться за дела, чтобы получить нужный результат. Удачный день сегодня у козерогов. Вы почувствуете прилив сил и энергии. Поймете, что готовы взяться за важные дела, к которым прежде не решались приступить. Водолеем день принесет новые идеи и смелые планы. Это исключительно благоприятное время для творческой работы, а также для общения с друзьями и единомышленниками. У рыб сегодня благоприятный день для поиска союзников. У вас есть шанс получить поддержку людей, которых многие хотели бы видеть на своей стороне. Вы способны многих заинтересовать своими идеями, но не стоит раскрывать все карты сразу. По традиции в понедельник мы проводим обзор киноконцертной афиши Караганды на ближайшую неделю. Ну что ж, не будем нарушать традиции. Афиша. 17 апреля в Карагандинском областном музее изобразительного искусства состоится выставка работ Гилярия Гилевского. Уникальную программу музыки великого композитора Людвига Эйнауди представят во Дворце культуры горняков 17 апреля. Карагандинский областной музей изобразительного искусства 17 апреля приглашает на музейный урок «Секрет художника». Погрузиться в мир новой современной классической музыки можно будет во Дворце культуры горняков 18 апреля. Концерт группы «Фактор-2» состоится 18 апреля в центре бокса имени Серика Сапиева. 19 апреля Карагандинский областной музей изобразительного искусства представит мемориальную выставку, посвященную 100-летию со дня рождения карагандинских художников. 20 апреля Казахский драматический театр имени Сакена Сейфулина представит комедию «Тимркатум». 21 апреля Академический театр музыкальной комедии покажет кукольную сказку «Кукареку». 21 апреля на сцене Дворца культуры горняков состоится уникальное танцевальное шоу «Юни» от резидента команды Егора Дружинина и хореографа проекта «Танцы на ТНТ» Алены Гуминой. 21 апреля Казахский драматический театр имени Сакена Сейфулина представит музыкальную комедию «Уйлинеу». Русский драматический театр имени Станиславского 21 апреля покажет шахматную партию в одном действии «Игра вслепую». Спектакль «Однажды вечером» состоится на сцене Казахского драматического театра имени Сакена Сейфулина 22 апреля. До 23 апреля Карагандинский областной музей изобразительного искусства ждет всех желающих на отчетную выставку Союза художников Караганды. 17 апреля праздник для всех любителей крепкого кофе День эспрессо. История праздника берет свое начало в 1938 году, когда владелец одного миланского бара Ачиль Гадже получил первый патент на производство кофеварок. Удивительно, но факт. Специалисты выделяют в эспрессо до 100 оттенков вкуса и запаха. Эх, сейчас бы ароматную чашечку эспрессо. Я с тобой согласна. Ну, слушай, 100 оттенков вкуса. Это ведь немало. Попробуй все перепробовать, да? Я думала, ну, темный, крепкий. А не все так просто. А вот об этом дне более подробно расскажет Тамерист Леогобылова. Утро начинается с кофе. И именно сегодня итальянцы празднуют День эспрессо. И мы пришли в одну из кофеин, чтобы узнать, что такое кофе и чем отличается эспрессо от других видов. Основная причина, почему он пьет кофе по утрам, это его вау-эффект, скажем так, бодрящий эффект. Но также кофе пьют и в течение дня. Очень много любителей кофе, которые наслаждаются своеобразным ритуалом кофе, наслаждаются его вкусом. Каждый выбирает свой регион, определенный вкус. И, соответственно, получает от этого море эмоций и наслаждений в течение дня. Обожаю. Каждый день пью. Мое утро начинается с того, что я утром завариваю кофе фильтрационным способом. Потом делаю уже все остальные дела. И пока я занимаюсь какими-то текущими делами, мой кофе уже готов. И, соответственно, через минут пять я уже могу наслаждаться чашкой бодрого кофе. Кофе мы должны пить по своим наблюдениям, по ощущениям. Потому что организм у каждого человека индивидуальный. Я рекомендую выпивать не более одной-двух чашек в день. Но есть те, кто употребляет гораздо больше. То есть каждый для себя определяет норму сам. Придумали эспрессо впервые более 130 лет назад. Был инженер по имени Анжела Моранди, если не ошибаюсь. В 1884 году он придумал способ, при котором кофе можно было бы готовить очень быстро. Так как посетителей в кафе было достаточно много. И каждый торопился по утрам выпить чашечку кофе. Придумали способ, при котором можно быстро готовить кофе. Основное свое развитие кофе эспрессо получил после Второй мировой войны. Так как был технологический прогресс, начали придумывать уже способы, при котором были электрические кофемашины, скажем, которые нагнетали давление. И готовился очень насыщенный, концентрированный напиток. Само слово эспрессо имеет, наверное, такое два значения, скажем. Это кофе, который приготовился под давлением. И кофе, который готовится персонально, индивидуально для каждого гостя. Чтобы приготовить классический итальянский эспрессо, как утверждают сами итальянцы, нам понадобится четыре составляющих. Это эспрессо-машина, кофемолка, кофейная смесь и руки бариста. Но мы дополнили эту часть еще двумя компонентами. То есть это любимые гости, для которых мы будем готовить эспрессо, и наш кофе, и частичка души. Кофе – это удивительный напиток, который согревает весь мир. Наслаждайтесь этим напитком, готовьте его для любимых, говорите о нем. Кофе уместен и для дружеской компании, и для деловых встреч, и выпитый в приятном одиночестве. А лучшие истории рассказывают за чашечкой кофе. – Конечно. – Очень редко. – Не часто. – Нет. – Да. – Да. – Ну так, изредка. – Вредка. – Конечно. – Какой? – Зубки ваши страдают. – Мне кажется, да. – А ведь почему? – Ну, нагрузка на сердце, мне кажется, идет на организм. – В смыграфах и хилизировках? – Думаю, что нет. – Какой? – Американый. – А эспрессо? – Ммм, когда как. – Я пью в основном растворимый. – Латте. – Эспрессо? – Мне больше латте не нравится. – Ну, мне экспрессо не нравится. – Пью в основном, если это вареный кофе, тогда капучино. Пришла пора прощаться, ведь время нашего эфира подошло к концу. Хочется закончить такими словами. Понедельник вновь пришел, пусть пройдет он хорошо. – Сейчас очинил? Ну, неплохо получилось, складно. – Ну что же, еще раз желаем всем легкого понедельника, и завтра в 7.00 будем рады встретиться вновь с нашими телезрителями. – Пока-пока. – Пойдем пить кофе. – Ой, так хочется. – Да, поговорили об эспрессо. – Да, и захотелось. Только я все-таки, наверное, буду с мамой. – Тогда ты не почувствуешь оттенки вкуса. – Не совсем эспрессо. – Первый. – Все-таки, конечно, выиграем. Я хочу. – ?! 어를, по-моему, Продолжение следует...